Всем привет, с вами Артем, по вашим многочисленным просьбам я обновляю видеоинструкцию о том, как установить мессенджер WhatsApp на iPad. Если вам нужно использовать данное приложение на планшете, наверняка вы уже успели опробовать старую инструкцию и убедились в том, что она не работоспособна на 8 версии операционной системы. Итак, для нового способа установки мессенджера вам обязательно потребуется jailbreak на устройстве, однако не нужно будет производить манипуляции с файлами. Для начала вам потребуется перейти в сиди и установить jailbreak твик AppSync. На данный момент с последней версии операционной системы корректно работают два расширения AppSync Unified из репозитория Insoneli и AppSync 5x8x из репозитория HackYouriPhone. Вы можете выбрать любой из них. Далее устанавливаем jailbreak расширение WhatsApp. Не обращайте внимания, что в описании твика не указана совместимость с AS8. Когда нужные твики установлены, подключаем наш iDevice к компьютеру. Нам понадобится любой сторонний файловый менеджер, вы можете использовать iPhone Box или iTools. Скажем большое спасибо энтузиастам с пиратских форумов, которые подготовили последнюю версию приложения. Ее можно установить на iPad. Ссылку на данный файл я размещу под видео. При помощи файлового менеджера устанавливаем данное приложение на наше устройство. Для этого в зависимости от локализации вашего файлового менеджера нажимаем кнопку «Установить приложение» или «Install» из верхней панели. Выбираем скаченное приложение WhatsApp и ждем порядка двух минут. Когда установка завершится, можем убедиться, что мессенджер установился на iDevice. Для этого перейдем в раздел «Приложение» и увидим его иконку. Компьютер нам больше не понадобится, возвращаемся к планшету. На рабочем столе вы видите иконку установленного мессенджера. Далее нас ждет знакомый процесс авторизации при помощи номера мобильного телефона. И тут нас, собственно, встречает главное отличие данного способа от предыдущего. Как вы уже, наверное, догадались, вам не обязательно иметь iPhone для этого способа и авторизировать WhatsApp на нем, после чего перекидывать нужные файлы. Вы можете авторизироваться при помощи любого мобильного номера. Это не обязательно должен быть iPhone, это даже не должен быть смартфон. Естественно, на нем не нужно устанавливать WhatsApp. Просто указывайте любой мобильный телефон, находящийся под рукой, на него приходит SMS с кодом, вводите этот код и радостно пользуйтесь WhatsApp на iPad. А вот всех любителей пользоваться одной учетной записью на телефоне и планшете ждет небольшое разочарование. Если вы укажете номер мобильного телефона, на котором уже установлен мессенджер, вы сможете перерегистрировать данный номер на iPad. Однако после запуска приложения на телефоне опять понадобится авторизация. Как только вы повторно залогинитесь на телефоне, авторизация снова понадобится на планшете. Поэтому использовать один телефон и одну учетную запись не получится. Зато вы сможете с легкостью привязать новую учетную запись к любому мобильному номеру, другого человека или вашему другому номеру, на котором вы не пользуетесь мессенджером. Вот собственно и все. Как видите, способ не стал сложнее по сравнению с предыдущим. Он получил некоторые ограничения, для кого-то они станут минусом, а для кого-то, например, для тех, у кого нет айфона, будут даже плюсом. Не забывайте делиться вашим мнением и лайками под видео, подписываться на канал, а также на твиттер, чтобы первыми узнавать о выходе новых роликов. С вами был Артем, специально для Яблоктюб. Пока! Субтитры сделал DimaTorzok